Вот, я вас поздравляю! Ну, служил, служил Советскому Союзу. Служил Советскому Союзу ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Румянцев. Гордо ответил, получая памятную медаль к 70-летию Великой Победы. К тому же 28 марта Анатолий Александрович встретил свой 90-летний юбилей. С этим событием, а также с предстоящей знаменательной для всей страны датой, его поздравил глава района Сергей Маклаков. Здоровья, чтобы внуки были здоровыми, чтобы внуки всегда радовали. У внуков было много-много правнуков, и всего вам с бабушкой самого доброго и самого хорошего. Дедом гордитесь? А то, конечно же. Мы начали вручать всем нашим ветеранам, их осталось совсем немного, совсем единицы, и находиться рядом. На самом деле это для нас большая честь. Многих из них на параде, наверное, даже не будет, потому что уже всем по 90, по 95 и больше. В связи с этим мы приняли решение объехать каждому на дом, и все-таки мы обязаны каждого поздравить лично. Войну Анатолий Румянцев встретил в 18-летнем возрасте. Сначала полгода провел в учебке, потом сразу на фронт. Служил связистом. Все ужасы войны помнит хорошо, но рассказывать об этом не любит. Поменял три фронта. Сначала был на северо-западном, потом на украинском, потом на белорусском, а война кончилась для него в Румынии. Потом он служил действительно в Одессе, в Одесском округе, когда там Жуков был. О, повезло. Видел он его. Говорит, мы в столовой были, а он приходил. Дед не очень любит распространяться на эту тему. Вот он даже моему отцу, который с ним больше виделся, не очень про это рассказывал. Чаще всего он говорил одну фразу, что было страшно на войне, и чтобы войны не было. Вот он чаще вот такое говорил. Анатолий Александрович родился в Пашихоне Ярославской области, но большую часть жизни прожил в Угличе. После войны работал на Ярославском заводе резинотехника, позже на Угличской механке. Здесь и познакомился с супругой Валентиной, с которой вместе уже почти 40 лет. Дети, внуки и правнуки живут в Ярославле, но в 90-летний юбилей деда все собрались большой и дружной семьей. До победы уже осталось недолго. Ты ждешь этот праздник. Очень даже. А кто его не ждет? Думаю, все ветераны ждут. Парад принимал у нас Жуков. Да начали все стрелять из автоматов и из этих. В чем дело? Друг друга спрашивали. Да война кончилась. Это радость была у всех. А что ты вот на данный момент желаешь? Самое основное, чтобы мир, мир, чтобы никакой войны, никакой окази не было. Спасибо вам огромное за победу, за счастье, за наш мир над головой. Ну а в день рождения желаю вам всего-всего самого доброго. Здоровья, счастья, теплоты, уюта в этом доме. Всего-всего самого доброго. Спасибо вам. И низкий поклон вам за все. За все, мой хороший. Спасибо. Он действительно видит, что его не забыли, что его подвиги помнят. Я вижу, что ему очень приятно. Я вижу радость в его глазах. Я считаю, что это нужно. Оксана Оленикова, Иван Туркин, Углическое общественное телевидение.